Мы живем в век информационных технологий. Компьютеры, ноутбуки, смартфоны, находясь у нас в руках, содержат в себе информационные данные со всего мира, в любом формате и объеме, на любую тему и часто даже с переводом на родной язык. И казалось бы, при наличии такой волшебной машины узнать что-то проще простого. Но это не так. Цифровой устаревший мусор, реклама, не умение задавать вопрос или банальное его незнание, мешают нам это сделать, путают и приводят к тому, что ответа на вопрос у нас так и нет. Почему я заговорил об этом? Оказывается, сами разработчики Гвинта дали всем участникам бета-теста 6 главных подсказок о том, с чего начать играя в Гвинт. Я эту информацию увидел только сейчас, когда уже немного поиграл в игру, но даже сейчас для меня эти советы содержат очень полезную информацию. И сегодня мы подробно разберем их, актуализируем или дополним в случае устаревания или обновления информации. И в конце, к 6 советам от разработчиков, я добавлю еще один от себя. Поехали! Привет, ковбой! С вами Бойс Ребус и просто канал об играх. Признаться честно, я не хотел сегодня посвящать выпуск именно этому вопросу и планировал рассказать о той колоде, за которую играю. Но зайдя на сайт Гвинта в поисках полной информации об изменениях нового патча и прокрутив страницу ниже, я увидел 6 советов от разработчиков. Советы оказались дельные и отлично подойдут для тех, кто недавно начал играть в Гвинт, а также послушать хорошим напоминанием для тех, кто уже давно в него играет. Итак, первое, на что обращают наше внимание разработчики, это то, что вы главный козырь. Примерно на это же нам намекают и в трейлере, кстати. На самом деле тут все просто, вы сами собираете себе колоду, вы сами играете раунд и сами же его проигрываете или выигрываете. Именно на ваши плечи ложится вся ответственность за проигрыш или победу. Не забывайте, что в Гвинте многое от покера и блеф тут расценивается как самостоятельная тактика, которая применима практически каждой колоде. Кроме того, существует множество карт, которые своим приходом в конце раунда могут изменить исход битвы. В подобных играх, казалось бы, многое зависит от того, какие карты из колоды приходят вам в руку перед матчем. Но умелые стратеги и этот пункт просчитывают, стараясь проработать колоду так, что даже самые нелепые карты в первом приходе отлично отыгрывают партию. Так что тут CD Projekt верно выразились. Ваши ум и стратегия главные козыри в игре, а карты лишь орудия для победы. Вторая рекомендация более конкретная и она отлично стыкуется с предыдущей. Не перегружайте свою колоду. Всем известно, что наша колода ограничена минимальным значением в 25 карт и максимальным в 40. Но чем больше карт в вашей колоде, тем меньше шанс сыграть каждую и самое главное нужную карту, тем самым на корню зарубив любую тактику. Стремитесь к колоде в 25 карт, завязанные на вашу стратегию и комбинации. Конечно, бывают и исключения, когда стоит расширить колоду до 26-30 карт. Обычно это те фракции, которые вытаскивают союзников из колоды, будь то чудовища или например эльфы. В общем, совет очень дельный. Крайне советую ему следовать. Третье правило. Не разыгрывайте слишком много карт в первом раунде. Я бы даже переименовал этот совет и сказал бы иначе. Не ставьте все на один раунд. Или иногда лучше проиграть битву, но выиграть войну. Не забывайте, что для победы в гвинте нужно 2 победы из 3. И не обязательно выигрывать в первом раунде. У меня бывали случаи, когда я ценой всех карт на руке выигрывал первый раунд. А вот карт на игру во втором и третьем у меня уже не оставалось. Соответственно, проигрыш был предрешен, а противник по сути меня просто развел. Не забывайте, например, об умении чудовищ переносить свои карты в следующий раунд. Об умении цири возвращаться в руку после проигрыша. О специальных картах адреналин и картах, которые имеют его по дефолту. Кроме того, у чертовых скейтейлей есть ловушка, которая срабатывает после паса противника. И при правильном применении может принести около 30 дополнительных очков силы. Что все ваши попытки превзойти их колоду просто сведет на нет. Имейте это в виду. Четвертый и пятый советы касаются специальных карт вроде казни, эпидемии, накуски и всех обычных карт, которые имеют схожие эффекты. Всегда следите за своими картами и картами противника. А также старайтесь разделять их сил. Помните, что если у вас стоит несколько отрядов с одинаковой силой, когда сила каждой карты выше, чем у противника, то это отличный шанс ловить казнь, потерять все карты разом и подарить противнику легкую победу. Чтобы противодействовать этому, необходимо улучшить один отряд, который в случае применения казни примет удар на себя. И это не так сильно скажется на общей силе вашего отряда. В случае, если вы усиливаете всего один-два отряда, то усиливайте их лесенкой, чтобы после применения казни ушел только один из них, а не оба сразу. То же касается и эпидемии. Если у вас есть множество слабых отрядов с одинаковым показателем силы, то попробуйте прикрыть их еще более слабым отрядом или усилить часть из них. С картой на куски сложнее. Чтобы как можно более легче перенести ее появление, необходимо раскидывать отряды по разным рядам, если это возможно. Ну или как минимум усилить их силу так, чтобы специальная карта не убила их. Ну и последний, шестой совет. Имейте карту, противоборствующую погодным эффектам. И вот тут я был не согласен с разработчиками, ведь по сути это практически бессмысленное использование карты, если ваша тактика не строится на ее применение. Во-первых, любые колоды, которые играют в рамках погодных тактик, чудовища или скеллиги, например, обычно имеют возможность 2-3 раза покрыть поле всеми погодами. И одна карта ясного неба нам тут ничем не поможет. Кроме того, она не восстанавливает бафы. А вот строить тактику на применение погодных карт можно. Это могут быть как ранее упомянутые чудовища и скеллиги, которые имеют защиту от погодных эффектов, так и любая другая колода при условии, что вы не играете на одном из полей. Например, скаэтейли умеют выбирать себе поле и вполне могут применять на незанятую погоду, тем самым немного ослабив врага. Кстати, карту ясное небо последним патчем переделали в рассвет и добавили ей эффект призыва рандомной бронзовой карты. Так что теперь эту карту можно и даже нужно иметь в колоде. И при необходимости применять или как антипогодную, или как просто усиливающую вашу колоду новым юнитом. Это были 6 советов от разработчиков Гвинта и в целом они дельные. И применение этих советов уже само по себе может повысить ваш процент побед, хотя это лишь только начало. В любом случае от себя хочу добавить еще один. Учитесь на своих ошибках. Не нужно лезть в интернет и бездумно составлять колоду, которую вам посоветовали. Попробуйте это сами. Изучите все карты, которые дает вам ваша фракция. Пометьте себе, какие комбо можно в ней составить и на основе этого соберите колоду. Отыгрывайте несколько партий и запоминайте, благодаря чему вы выигрывали. Попробую это в будущем усилить или из-за чего вы проигрывали, стараясь закрыть эту брешь. А также обращайте внимание на карты, которые неэффективные оказались или которыми вы в принципе не пользуетесь и меняйте их. Когда я сталкивался с любыми проблемами, я лез в коллекцию и находил там ту карту, которая помогала мне решить эту проблему тем или иным способом. Таким образом, путем проб и ошибок вы соберете отличную колоду. Колоду, которую будете превосходно знать сами и силу которой сможете максимально раскрыть. Героем этого видео стал любитель GTA, мой земляк, а также редактор группы ВКонтакте Максим Аксенов. Не в первый раз уже кстати, за что ему огромное спасибо. Ссылка на его профиль в описании. Напоминаю, что вы тоже можете стать героем видео и помочь каналу. Подробности там же по ссылке в описании. Это были 7 базовых советов для всех игроков Гвинт, которые нельзя не знать и которые дают основу для всей последующей информации. Следующее видео по Гвинту будет посвящено разбору фракции и базовым основам построения колоды. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, видео заслужило лайка, я подписку на канал. Если вы уже подписались, то не забудьте включить уведомления о выходе новых видео, нажав на колокольчик. И тогда вы точно будете первым и ничего не пропустите. Следующий ролик будет по Ведьмаку и в нем мы разберем самые сильные стальные мечи в игре. Увидимся в нем и на этом пока, всем пока-пока.